Здравствуйте! Как всегда, пятничный вечер мы проводим с пользой и читаем «Правду Севера» в эфире «Газета на ТВ». В пустыне буря, а караван идет. Журналист «Правды Севера» Марина Ледяева подводит криминально-правовые итоги года. Сегодня Марина – гость в нашей студии. Марина, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, в целом, насколько был успешным этот год в плане борьбы с преступностью? Появились ли новые цифры, утешительные цифры? И, может быть, какие-то методы в этом аспекте, кстати, очень важны для населения, для жителей региона? Когда мы говорим о том, что преступность растет, в этом, как ни странно, есть и положительная сторона. Ведь подсчитывают зарегистрированные преступления. То есть можно так поставить вопрос, преступность растет, потому что чаще стали нарушать закон или лучше стали выявлять преступления и тщательнее их регистрировать? И вот как раз на этот вопрос можно ответить так, что и то, и другое имеет место. То есть и преступлений стало больше, и правоохранительные органы, наверное, лучше их выявляют. Если же говорить об успехе в борьбе с преступностью, которая, наверное, в раскрываемости выражается, то, к сожалению, здесь не все так радужно. По данным областной прокуратуры, каждое третье преступление в области в этом году осталось нераскрыто. Многое зависит от категории преступлений. Раскрываемость убийств гораздо выше, чем раскрываемость банальных краш и прочих имущественных преступлений. А как раз имущественные преступления составляют почти половину вообще всей нашей преступности. Но успехи у правоохранительных органов есть в этой сфере. Вот можно привести такой пример. В этом году Архангельск потрясла серия нападений на пожилых женщин. Причем преступник не только вырывал у них сумки, он еще жестоко их избивал. Хотя женщины, очевидно, не могли оказать им никакого сопротивления. Но вот правоохранительные органы задержали подозреваемого в этих преступлениях. Что касается методов борьбы с преступностью, как сами представители правоохранительных органов отмечают, что многие методы со времен Шерлока Холмса остались неизменными. Какие-то методы они не раскрывают, и это понятно. Вот здесь, наверное, можно говорить о техническом прогрессе. В частности, благодаря новым возможностям экспертиз раскрываются преступления, совершенные даже, вот, например, можно привести в пример дело садовода Бушуева. Достаточно громкое оно было все время. Он уже осужден за убийство четверых человек и уже отбывает наказание. Но буквально недавно ему было предъявлено обвинение еще в одном убийстве 1999 года. То есть по тем же уликам, которые были, тогда невозможно было доказать его причастность. Сейчас экспертиза, по крайней мере, вот версия следствия, такова, что он причастен к этому убийству. То есть прогресс технически сказывается на всем. Да. То есть вот ответить на вопрос, насколько успешна борьба с преступностью, однозначно, наверное, нельзя. Есть и успехи, но и есть к чему стремиться. Но стабильной в нашем неспокойном мире вы называете борьбу с коррупцией. Действительно ли нашим правоохранительным органам удается успешно бороться с этим злом? Ну, действительно, борьба с коррупцией идет всегда, во все времена, несмотря ни на что, потому что это, безусловно, приоритет всех наших силовых структур. Но здесь, вот, если смотреть по цифрам, то выросло в этом году количество выявленных коррупционных преступлений, более трехсотых на данный момент выявлено, итоги всего года еще не подведены. Но здесь тоже есть такой интересный момент. Все о коррупции слышали, но не все знают, а что именно это такое. Только ли это взяточничество или это любое должностное преступление. На самом деле вопрос важный, потому что даже у самих правовых структур нет единого, вот они не пришли к единому определению. Суды, например, считают дела о взятках, поэтому по их статистике у нас не очень много коррупционных преступлений. Но большинство правоохранительных структур, они вот следуют распоряжению, согласно которому коррупционными считаются должностные преступления, совершенные с корыстной целью. То есть это не только взятки, это мошенничество с использованием служебного положения, это злоупотребление должностными полномочиями, превышение полномочий. Если говорить о громких делах коррупционных этого года, то как раз было много разных коррупционных преступлений. Самым громким, наверное, можно считать уголовное дело в отношении бывшего председателя областной федерации профсоюзов Александра Савкина. Буквально недавно Онежский городской суд начал рассмотрение этого дела. Он обвиняется в многочисленных хищениях денежных средств, принадлежащих профсоюзных организациям, а также в коммерческом подкупе и легализации средств. Вот будем следить за рассмотрением этого дела в суде. Также появилось у нас еще одно дело о так называемом золотом парашюте. Так называют необоснованно высокое выходное пособие в каком-то бюджетном или государственном учреждении. В частности, бывший генеральный директор аптечного предприятия «Фармация» Алексей Воронов обвиняется в выплате такого парашюта своему заместителю, а также в выплате многочисленных премий и надбавок, также по мнению обвинения, необоснованно завышенных. Также дело рассматривается в суде. Ну и дошло до суда уголовное дело по другому рекордному золотому парашюту в 10 миллионов рублей, который драм-театр, сейчас Архангельский театр драмы, выплачивает своему бывшему заместителю директора Александру Дунаеву. И по обвинению в заключении договора с пунктом об этом золотом парашюте, сейчас вот перед судом предстал бывший директор театра Евгений Мищенко, тоже вот будем следить за рассмотрением этого дела. Словом, коррупционных дел много, и говорить о них можно долго, но надо иметь в виду, что виновным человеком может признать только суд. То есть пока мы можем о тех делах, о которых мы говорим, мы говорим о том, что им предъявлено обвинение. Но вот эти фамилии, которые вы перечислили, эти цифры, они, в общем-то, на слуху, они очень громкие, известные, но действительно ли они настолько солидные и весомы на фоне общей коррупционной картины, пускай даже нашего региона, потому что это миллион, ну, 10 миллионов, но все равно представляется, что в целом, говоря о коррупции, мы говорим совершенно о других цифрах. Ну, тут такой момент действительно, вот для широкой общественной, это своеобразный тоже показатель, сколько именно громких дел, потому что широко общественно замечает такие дела, средства массовой информации освещают такие дела, но есть ведь и так называемая низовая коррупция, то есть множество дел возбуждается в отношении совершенно рядовых граждан. Это, ну, допустим, преподаватель берет взятку от студентов за сдачу зачета, или пациент платит врачу за подложный больничный. Это тоже, почему у нас еще пробуксовывает борьба с коррупцией? Почему-то многие думают, что дать взятку — это вообще не преступление, ну, или как еще можно так выразиться, предложить решить вопрос за деньги. Вот, допустим, папа ребенка в детском садике даже с некоторой гордостью рассказывает другим родителям, что как он получил место в этом детском саду, он заплатил кому следует, и он не видит при этом в этом ничего предосудительного. На самом деле дача взятки — это такое же серьезное коррупционное преступление, как и получение взятки. Вот, то есть, с одной стороны, есть громкие дела, которые всем видны и заметны, с другой стороны, есть вот эта вот коррупция рядовых граждан. И, конечно же, хочется, чтобы было больше и громких дел, но они не в отношении, скажем так, людей с особым правовым статусом, но они тоже не делают всю картину. То есть есть и низовая коррупция, и вот это вот, скажем так, людей высокопоставленных, и все вместе это и создает вот картину борьбы с этим явлением, которое с трудом у нас продвигается. Говоря о законопроектах этого года, наверное, самые известные, самые резонансные — это закон о ранних браках и закон о банкротстве физических лиц. Каково ваше мнение, будут ли эти законы работать, и будет ли от них эффект? Ну, тут надо оговориться, может быть, это не самые резонансные законы, просто вот наши, это же по нашей, по версии «Правды Севера». То есть мы считаем, что они были. Ну, первый закон — это закон о снижении брачного возраста до 14 лет. Вот, казалось бы, сам звук — 14 лет уже всё, человек может официально вступить в брак. Но, конечно, при особых обстоятельствах, при беременности или уже рождении ребёнка. Разработчики этого закона, они приводят, казалось бы, вполне резонные доводы, что если уж у молодых людей всё это дело дошло до беременности, пусть лучше ребёнок родится в законном браке. Но у нас есть ещё уголовная ответственность за, скажем так, если взрослый человек вступает в интимные отношения с несовершеннолетней до 16 лет, он может быть привлечён к уголовной ответственности. И получается такая коллизия, что если, допустим, 30-летний мужчина вступает в такие отношения с 14-летней, то на него может быть заветено уголовное дело, он может пристать перед судом и далее, согласно приговору, проследовать, куда ему там суд скажет. Но если в такой же ситуации девушка забеременеет, и он на ней женится, то он освобождается от уголовной ответственности. Теоретически здесь возможное злоупотребление. Потом такой вопрос. Допустим, вот молодые люди поженились. Что дальше? Очевидно же, что надо семью как-то содержать, кто-то должен им помогать, получить образование, чтобы потом зарабатывать. То есть нужен какой-то патронат. То есть здесь вопросов масса. Закон пока принят в первом чтении областным собранием депутатов. И вот будем надеяться, что к следующим чтениям и к окончательному принятию закона эти вопросы будут учтены как-то и проработаны. Но вопросы к этому закону есть. Понятно. Что касается банкротства физических лиц, он же работает. Да, он вступил в силу с 1 октября. И сразу же в арбитражный суд Архангельской области поступили десятки заявлений. Заявление может обратиться как должник, физическое лицо, надо это подчеркнуть. Прежде могли только юридические лица быть банкротами. Должник, у которого долг достиг 500 тысяч рублей. И с таким же заявлением может обратиться и кредитор банка, предположим. Как закон этот будет работать, пока никто не знает. Потому что первых решений по таким делам еще не было. Дела рассматриваются. И принесет ли этот закон благо? Если принесет, то кому? Кредитору или должнику? Пока даже сами судьи, они говорят, что рано об этом говорить. Но вот судьи арбитражного суда, которые рассматривают такие дела, не подчеркивают, что надеяться на легкое освобождение от долгов своих благодаря этому закону не приходится. Потому что там есть масса условий. И исход может быть совершенно разным. Марина, приведу цитату из вашей статьи, возвращаясь к вопросу о преступности и борьбе с ней. В этом году в нашей области значительно выросла преступность. По данным прокуратуры, за 9 месяцев разбоев зарегистрировано на 20% больше, чем в прошлом году. Квартирных краж на четверть, наркопреступления аж на 40%. Откуда такие цифры? Почему? Ну, здесь надо прежде всего отметить, что преступность выросла не только в Архангельской области. Более 60 регионов России отмечают такую печальную тенденцию. Среди причин называют, ну вот первая лежит на поверхности, финансово-экономический кризис. Очевидно, что как только ухудшается экономическое положение в стране, люди теряют работу, у них падают заработки. И часть из них, к сожалению, идет даже на преступление, чтобы раздобыть денег. Вторая причина такая спорная, но эксперты ее также называют, это проведенная амнистия. Хотя сотрудники УФСИН не разу же заявляли, что вышедшие на свободу по амнистии не представляют социальной опасности, потому что это люди впервые осужденные за преступления и за небольшой тяжестью преступления. Кроме того, еще отмечают правоохранительные органы, что каждое второе преступление совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. То есть здесь тоже можно долго рассуждать о причинах, в том числе социальных, этого явления. И, наконец, еще один фактор, который также упоминается экспертами, это сокращение, которое прошло в органах внутренних дел. Но сами органы внутренних дел говорят, что они не сокращали работников, которые на земле, так вот, проще говоря, трудятся, которые непосредственно борются с преступностью, и они отрицают этот факт, что это повлияло на рост преступности. Такие причины. То есть какой факт стал решающим, неизвестно? Ну, скорее, первый называют всегда финансово-экономический кризис. Также, Марина, в своей статье вы пишете о приезде ревизора и об отравлении команды Енисей в одной из гостиниц нашего города. Я призываю всех наших телезрителей и читателей «Правда Севера» обратиться к этой статье на 22-й полосе газеты «Правда Севера». А вас, Марина, я благодарю за интересную беседу и жду вновь в этой студии. Спасибо. С вами была «Газета на ТВ». Смотрите нас ровно через неделю. Я желаю вам хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»!